124 геодезических пункта обследовано Тверским Росреестром за первое полугодие. Как показала проверка, 4 из них оказались утрачены. У 70 не оказалось наружного знака, который, кстати, сложно с чем-то спутать. Что они собой представляют, где их можно встретить и для чего вообще нужны геодезические пункты, выяснял Роман Быков. Государственная геодезическая сеть охватывает всю территорию страны. Она применяется для топографических съемок, при строительстве, а также межевания земель, для решения прочих задач. Ее физическим воплощением являются вот такие геодезические пункты. С 2021 года региональное управление Росреестра обследует их, чтобы повысить качество услуг в сфере кадастрового учета и госрегистрации прав. Это значит упрощение и сокращение сроков при оформлении документов на объекты недвижимости, на земельные участки. Возможность подачи таких документов, не выходя из дома, в электронном виде. В Верхней Волжи более полутора тысяч таких пунктов. Все имеют собственное название. Как правило, по имени ближайшей деревни. Многие расположены в лесах или болочистой местности. Здесь сотрудникам Росреестра повезло. Объект находится на Черкасской улице Твери. Он состоит из наружного знака в виде металлической пирамиды, около четырех метров высотой для облегчения поиска его на местности. И центра пункта – это специальная инженерная конструкция, которая закрепляет точку с известными координатами в земле. Чаще всего она находится на глубине от полуметра и глубже. За первое полугодие обследовано 124 пункта, из которых полностью оказались утраченными четыре. Наружных знаков в виде такой металлической пирамиды не оказалось у 70 объектов. В основном их уничтожают по незнанию. Например, при выполнении земляных работ. При этом, если они находятся, как этот, на частной территории, то ее хозяин точно должен быть в курсе, что это за артефакт. Собственник такого земельного участка при получении сведений по своему участку может увидеть, что на его как раз земельном участке расположен такой пункт, который по личному желанию куда-либо перемещать или разрушать его не допускается. За уничтожение или порчу геодезических пунктов предусмотрен штраф. Для физических лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 50 до 200 тысяч. Предупреждают в Росреестре, попутно отмечая, что есть немало сознательных граждан, которые, наоборот, следят за такими конструкциями, подкрашивают их и даже ставят ограду. Субтитры создавал DimaTorzok